Друзья, ну что ж, мы продолжаем работать в студии «Россия. События хороших новостей». Это совместный проект Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и издание «Петербургский дневник». В эти дни в стенах «Экспофорума», а также за его пределами, проходит большая международная агропромышленная выставка «Агрорусь». Ну, пожалуй, это одна из, да нет, это единственная такая вкусная, такая аппетитная, здоровая и, не побоюсь этого слова, полезная выставка, потому что речь идет все-таки о продуктах, которые выращиваются людьми на своих землях, в которых, продукты, в которые вкладываются души, в которые вкладываются, ну, в общем-то, силы. И эти продукты не могут быть полезными, если, как минимум, правильно не подготавливать к этому почву. И вот я хочу представить мою следующую гостью, это Анна Попова. Анна Попова приехала к нам из Новосибирска, и она представляет компанию «Морозов Органик». Вот эта приставочка «Органик», «Морозова», прошу прощения, «Органик», вот эта приставочка «Органик», это уже такой тренд, сложившийся уже в течение последних лет. Нет, это очень модно, это очень всегда, если органик, значит, беру, вот, как правило, рассуждают россияне. Анна, вы занимаетесь, насколько я смогла понять, биоудобрениями в первую очередь, вы занимаетесь производством органических кормов для птиц, для животных, да, то есть все, что используется вот в вашей работе, не содержит никакой химии, правильно я понимаю? Все правильно вы понимаете, да, вот именно особенность наша, почему именно «Морозов Органик», потому что производство у нас есть одноименное село, то есть это находится в пригороде Новосибирска, в экологически чистом районе города, вот, и вся наша продукция, она не содержит ни химии, ни антибиотиков, потому что в последнее время, к сожалению, очень часто вынуждены использовать, да, там, либо при выращивании птицы, животных, тех же растений, растеневодства, то есть используются химические препараты, которые, к сожалению, приходится их использовать все в больших дозировках, и, соответственно, это все остается частично в продукции, и мы вынуждены как бы все это, ну, кушать так или иначе, да, то есть это все в организме к людям. А то, что вот находится у нас на прилавках, например, продуктовых сетей, те же самые, самые простые овощи, там, огурцы, помидоры, они вот, как правило, выращиваются все-таки с применением каких-то вот химических удобрений по большей части, или все-таки мы уже идем по тому пути, когда мы уже способны выбирать органикой, там, удобрять, допустим, или все-таки химией? Да, уже, к счастью, и на государственном уровне, да, то есть начинают приниматься законы определенные, которые помогают, допустим, тем же фермерам, либо хозяйствам, либо каким-то производствам, то есть экологическую именно продукцию выращивать, то есть, но бывают, конечно, моменты, то есть есть определенные анализы делают на содержание, да, вот пестицидов, то есть есть допустимые нормы, есть, к сожалению, да, допустим, зашкаливают, где, если продукция не проходит определенный контроль, то есть она просто не допускается, допустим, к продаже, вот, и вот наша компания, она как раз специализируется, чтобы вот снизить вот эту вот нагрузку, бывает, конечно, ну, порой невозможно без как раз химических, да, вот каких-то вещей, там, использовать, там, как в животноводстве, в птицеводстве, так и вот в растиневодстве. Вот у нас продукция именно содержит только органические все моменты, то есть на основе бактерий, микроорганизмов, то есть все это, природные компоненты используются, да, допустим, перепишем или остановим, что-то говорилось. Нет, нет, продолжайте, мы потом вырежем. Так, на чем остановилась, билась. Да, да, вот скажите, до какого момента тот же самый, например, фермер может использовать именно вашу продукцию? Вот знаете, как у человека бывает, вот лечим ребенку насморк, например, не помогает какой-то, поэтому морской раствор не помогает, еще какие-то капли, все, переходим на антибиотики. Ведь, наверное, любые живые, любые живые существа, в том числе и растения, например, тоже до какой-то поры, наверное, могут использоваться в отношении них какие-то органические вещества, но потом уже, дальше уже тяжелая артиллерия. Вот до какого момента можно использовать именно вашу продукцию, если мы будем говорить, например, о тех же самых биоудобрениях, например? Так, ну, смотрите, когда почва, условно, допустим, если мы сейчас про удобрения, про, допустим, почву разговариваем, то есть в процессе выращивания, да, допустим, там, не важно, там, пшеницы, либо каких-то культур, естественно, используются удобрения, это, допустим, минеральные удобрения, да, чтобы получить хороший урожай, чтобы максимум культура реализовала себя. Вот, и из года в год, чем больше используется тех же минеральных удобрений, идет, ну, так скажем, почва начинает уставать и накапливается это все в ней. Вот, есть, естественно, севооборот, да, соблюдение, там, допустим, отдыхает земля, но, вот, допустим, нашей компанией разработаны такие препараты, которые при внесении, допустим, да, под осень, либо перед посевной, то есть они переводят в доступные формы для растений, допустим, там, содержание какое-то остаточное, допустим, каких-то минеральных удобрений, то есть мы тогда снижаем нормы ввода этих удобрений с помощью биологии, либо, если это осень, то они способствуют рекультивации земель, то есть вот так вот. Есть также определенные виды наименования, которые защищают от заболеваний, и у них есть, они как стимуляторами роста еще выступают, то есть условно, допустим, какая-то бактерия, либо грипп, да, специальная, то есть она иммунитет растению дает, то есть меньше подвержена заболеваемость, соответственно, лучше культура раскрывается, вот. Если мы говорим про какие-то, допустим, заболевания, да, есть условно-химические препараты, которыми как бы необходимо будет пользоваться, но если уже дело идет к сбору урожая, то есть просто химия уже невозможно воспользоваться, и тогда тут на помощь тоже приходит биология, вот. Есть, конечно, определенные моменты по биологии, есть определенные ограничения, потому что температурный режим, то есть бактерия, это как любой живой организм, то есть она работает при определенном температуре режима, условно, вот. Вот, то есть как бы вот единственное вот это, но есть плюс, что не возникает резистентности так называемой, да, то есть, допустим, как вот вы про насморк, да, пример приводили, то есть условно... Про антибиотики, да, вот вы имеете в виду? Да, 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 то есть антибиотик, это получается крайняя степень уже, допустим, введения, либо когда химическими какими-то, да, вещами приходится пользоваться. Потому что со временем, условно, пользуемся мы антибиотиков, потом, это же все, тоже же вот эти вот бактерии, патогены, то есть заболевания все эти, кроме вот как бы вирусов. А если это, допустим, бактериальная либо грибная какая-то, допустим, там инфекция, неважно, там она у кого, условно, там растение, человек или животное, вот, они, да, восприимчивы к антибиотикам, но со временем они к ним привыкают, то есть они эволюционируют и резистентность начинает развиваться. То есть мы вынуждены тогда либо более жестко использовать антибиотики тогда, либо увеличивать их дозировку, что как бы ничего хорошего не выходит. И поэтому наша компания разработала там серию продуктов, которая снижает эту фарм нагрузку, то есть условно, неважно, это растение, там животное, да, то есть задается, допустим, препарат, например, ну возьмем там кормовая смесь, да, допустим, вот, придается с кормом для профилактики, то есть и вырабатывается природный иммунитет, лучше происходит усваиваемость кормовой базы, вот, и антибиотики только в крайнем случае, в качестве бывают, знаете, как, ну, как это сказать, забыл это слово, я думаю, вырежем, ну, профилактическая дозировка, так скажем, да, то есть раздали и все, дальше только если вдруг какая-то, не дай бог, эпидемия случится, то есть достаточно будет, то есть вот в процессе выращивания, как бы на постоянной основе его использовать, то есть это вот, по сути, пробиотик, пребиотики, да, А вот те самые пробиотики, пребиотики, которые вы в том числе используете, да, в качестве компонентов, вы сами их выращиваете, у вас есть лаборатории, или каким образом это происходит? Да, у нас есть своя лаборатория, вот, там это, мы выращиваем, допустим, там бактерии определенные, да, то есть потом в процессе все это, все это проходит лабораторный анализ, все это идет, там, оттитровывается, смотрится, то есть все это, ну, чтобы все всему соответствовало, там определенный титр, как это ведет себя, на какие патогены это влияет, то есть, да, то есть против кого, бывает мы делаем адресные, то есть если это какое-то хозяйство, например, или еще какая-то проблема, да, возникает, то есть мы берем обязательно смывы, смотрим, что это, то есть там высеваем, какие там, допустим, заболевания, что там, какая зараза, как говорится, вводится, и подбираем антагониста к нему. То есть подбираем, у нас есть своя библиотека штаммов разных, то есть мы смотрим, какие будут микроорганизмы чувствительные, условно, допустим, в данной ситуации, и делаем, условно, сборку. И, естественно, сначала пробное все это проходит, эксперимент, то есть на каком-то небольшом количестве голов животных, либо если это растения, условно. То есть чтобы была эта сборка эффективна в данном случае, потому что разные ситуации бывают, и адресно, то есть мы можем работать. Это такой участковый врач, терапевт. Ну, можно так сказать. То есть есть условно как бы универсальная сборка, которую, допустим, можно использовать там на протяжении, но если там, допустим, какая-то глобальная проблема уже, и крупное хозяйство, и надо как бы довольно быстро это все решить, попробовать, прежде чем уничтожению тотальному это все, как говорится, подвергнуть, то почему бы вот как бы и не сделать. К вам обращаются в основном ваши соотечественники, то есть люди, которые проживают в Новосибирской области, или вы в том числе сотрудничаете и с представителями других регионов? Конечно, в большей степени Новосибирская область, но у нас там Алтайский край рядом находится, то есть это кладовая, да, можно сказать, нашей страны такая, да, вот, то есть там очень развито и растеневодство, и животноводство, вот, так же вот с другими регионами, вот, вот, поэтому мы приехали в Питер, да, как говорится, чтобы... Санкт-Петербург, прошу прощения, вот, чтобы, ну, о себе, как говорится, рассказать и, как говорится, новых партнеров найти. Это ваше первое участие в Агроруси? В Агроруси, да, то есть вот, чтобы именно вот приезжать так далеко, в общем-то, да, не близко, первый раз, да. А партнеров найти, вы хотите это сделать и планируете это сделать в рамках, там, центра деловых контактов в том числе, или как вы, или в каких-то конференциях планируете участвовать? Вообще какой у вас план действий, скажем так, на эти дни? Ну, вот, участие в выставке, да, то есть мы ищем партнеров, естественно, и которые, может быть, допустим, непосредственно по нашей производственной части, там, да, могут, мы там друг другу можем помочь, ну, и, соответственно, рынки сбыта бы хотелось бы, да, конечно, расширить. Вот, кормовые смеси у нас прошли государственную регистрацию, то есть их можно использовать вот прям уже непосредственно на крупных холдингах и в хозяйствах, и вот, сейчас тем более ситуация с такой, как говорится, с импортозамещением тоже, это, в общем-то, актуально. Вот, вот, что касаемо удобрений, и, то есть у нас не только вот биологические удобрения, да, то есть там еще есть у нас биологические инсектициды, это вот защита от вредителей. Что тоже довольно актуально, вот, так как, так же у вредителей, как и условно, да, допустим, при заболеваниях, там, у людей вирусы, бактерии, у вредителей тоже они привыкают к химии, то есть у них резистентность. Если условно, допустим, каким-то препаратом пользовались несколько лет, все отлично работало, со временем, то есть следующее поколение вредителей, они уже все более и более к нему невосприимчивы. А можете привести пример из практики? Вот какой-то, может быть, фермер или... Да, вы знаете, пробовали, это, получается, в Ростовской области, я не буду, конечно, называть там конкретное хозяйство, но, то есть это юга, юг наш, то есть в Ростовской области пробовали, то есть яблочные сады, то есть пользовались определенным химическим препаратом, по-моему, импортного даже производства это был, вот, и столкнулись с тем, что уже все, уже перестал действовать, вредитель, по-моему, была яблоневая плодожорка, вот. По-моему, во всей России встречается она. Ну, это гусеница, да, которая, как бы, очень, конечно, большой ущерб, то есть наносит, и если, как бы, вовремя там не предпринимать никаких действий, то есть можно полностью там урожая лишиться, условно. Вот, то есть обращались они, ну, они на нас вышли, получается, мы попробовали, как бы, эксперимент провести с, там, с нашим препаратом, который на основе метаболитов, ну, почвенного гриба, так скажем, то есть это биологическая основа, то есть его можно, как и с химией вместе, да, использовать, либо совместно, ну, делать обработки, то есть чередование обработок. И эффективность, как бы, им довольно понравилась хорошо, то есть биологическая эффективность была, там, порядка, около 90%. Это высокие показатели, да? Это высокие считается, да, то есть стопроцентную эффективность дается очень-очень редко, то есть и то, там, 100%, очень редко, там, 98-95, это считается очень хорошо. По биологии, там, больше, если 80, то очень уже тоже хорошо все, вот. Ну, вот, как бы, вот, подобный пример. Сейчас тоже есть у нас еще помимо, ну, как бы, есть варианты, условно, обработка по вегетации, так скажем, по листу, да, когда вот вредители находятся сверху на поверхностях, там, растений, там, вредят непосредственно плодам, да, которые, вот, допустим, там... И есть определенные вредители, которые в почве живут, вот. По ним тоже у нас есть наработки, то есть там используются, так скажем, грибные инсектициды на основе грибов, то есть, ну, есть вот бактерии, есть грибы, да, как бы, вот, так скажем, грибные препараты. Почва поливается просто этими препаратами, да, вместе с водой? Либо, да, либо это в полив, либо это под обработку почвы весеннюю или осеннюю, то есть препарат, он, как бы, там, можно в сухом виде его вносить, распределил под перекопку, там, либо под дискование, смотря какая, да, там, технология используется обработки. И проливной дождь делает, как говорится, всю остальную работу, то есть влага попадает, все, эта грибница, там, начинает гриб разрастаться, и вредители живущие там, либо которые зимуют, либо которые там постоянно находятся, подъедают, допустим, корневую систему, там, еще что-то, да, допустим, либо там это картофель, клубни портят, там, тот же проволочник, либо там разнообразные, тоже там их масса, довольно большой перечень, как бы, всех перечислять смысла нет. То есть тоже очень хорошая эффективность у него идет, вот, и, то есть на следующий сезон, как правило, там очень покусов довольно, как бы, мало, да, вот, как бы, таких получается. Ну, вот тоже. А что касается корма для птиц, я почему-то всегда думала, что он всегда был органическим. Оказывается, что нет, и химии птиц тоже кормят. Да, смотрите, объясню, как и что, то есть, как, допустим, если это какая-то птицефабрика, да, большая, обычно при птицефабрике всегда есть свои цеха, где, условно, они даже выращивают сами кормовую базу, то есть они выращивают, условно, там, зерновые, вот, и делают корма непосредственно, потому что все это, естественно, с ценой связано, то есть им определенную надо сумму уложиться, чтобы это все было эффективно, потому что у нас, допустим, та же птица, это, так скажем, продукт общедоступный должен быть, и цена определенно должна, там, где-то даже государством регулируется, вот. Но, как бы, в погоне, да, вот за, так скажем, вот этой вот дешевизной, так скажем, да, вынуждены там где-то экономить на чем-то, и бывают вот эти вот вспышки инфекции, потому что в основном это все искусство, выведенные были породы птицы, допустим, тот же, чтобы, если мы про мясо птицы, мы бройлер, да, знаменитый, как бы, вот, это искусственно выведенный кросс, как правило, а все, что выведено искусство, они очень подвержены вот всяким заболеваниям, то есть... Слабый иммунитет, да, у них получается? Да, 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 вот, и чтобы вот этот вот и природный иммунитет, хотя бы какой он есть, да, то есть нужно использовать либо, получается, кормовые антибиотики, про которые я говорила, которые мы вынуждены постоянно и постоянно либо их менять, либо увеличивать тоже, вот, допустим, та же птицефабрика, либо там какое-то хозяйство, либо, если мы подключаем, вот, допустим, биологию, то иммунитет уже лучше, и вот эти вот расходы, то есть фарм-нагрузка, она снижается, по сути, и снижается и на птицу, и как бы на нас непосредственных поедателей, так скажем, да, вот, это вот, как бы, пример такой. Если мы берем про, допустим, обычных курнисушек, да, которых там бывает у бабушки раньше в деревне, все, допустим, практически, ну, раньше, я думаю, так или иначе с этим, может быть, сталкивались, что вот курочка вроде она гуляет, она вот там что-то клюет, там зерна я насыпал, все хорошо. Ну, сейчас тоже уже начинаем сталкиваться с тем, что очень часто тоже там звонят, вот, купил я курицу, вроде все хорошо, перестала нестись, окей, а чем вы ее кормите? Ну, как, она гуляет, как бы, ну, зерно, но это до поры до времени ее хватает, ее, так скажем, потенциала вот какого-то. Природного. Природного, да. Потому что, условно, курица летом она там себе найдет, она там где-то жучка съела, где-то травки пощипала, то есть она вот с этой вот пищей, она и себе, и каких-то биологию какую-то, да, получается, какие-то бактерии. То есть у нее более разнообразный рацион, да, в разные времена года. Да. Но почему нужно все-таки использовать корма, именно вот, ну, желательно профессионально, потому что там все-таки сбалансировано все, у нее есть, там, у любого организма, есть потребность, допустим, если это курица не сушка, там, в белке, в кальций обязательно, потому что, чтобы это яйцо снести, она кальций откуда? Она сначала берет из себя, грубо говоря, со своего скелета. Если мы не будем ей давать кальций, да, допустим, там, либо там, чтобы это было общедоступно, там, какая-то ракушка или еще вот, допустим, что они, бывает, сами чувствуют, что им не хватает, что им не хватает, и они это там находят, так скажем, если это свободный выпас. Если это сидит, все в курятнике, в закрытом помещении, взять негде, то есть это будет, соответственно, по организму, естественно, и птицы бить, и по продукции, которую она выдает, то есть яиц будет все меньше, с кровопа все хуже, и, как говорится, ничего хорошего тоже из этого. Анна, там, где есть приставка органик, мы всегда учитываем, что это должно стоить дороже и обходиться нам дороже. Это правда? Или можно сейчас уже говорить о том, что, в общем, органически... Не всегда, на самом деле, да, не всегда, вот, есть, знаете же, ну, всякие, да, допустим, есть, допустим, вокруг там бренда, либо еще, ну, всегда понятно, там, если есть посредники какие-то, да, допустим, либо, если там по законодательной части, то есть это какое-то должно быть сертифицирование, там, бюрократически очень сложное, да, допустим, несколько этапов какие-то, ну, это все, естественно, будет влиять на стоимость конечного продукта, вот. И, в принципе, то есть, ну, тут сравните, допустим, есть у нас, условно, производители, которые, в общем-то, ну, условно, как бы используют, да, кормовой антибиотик непосредственно при производстве, допустим, того же комбикорма. Кому-то это очень удобно, условно, да, ты там кормишь этим комбикормом, и ты там для какие-то пропойки дополнительные вроде как и времени тратишь на это, и ничего, но, как бы, тут все это влияет и на вкус, в принципе, потом, вот, и очень, как бы, бывает страшновато такое есть, потому что когда при, условно, ты эту курицу потом начинаешь разделать, и там смотришь, что с органами происходит, то есть, как бы, насколько это все, да, влияет. Вот, по цене, допустим, если сравнивать, практически идентичные цены, вот, что, допустим, корма без, условно, да, вот этих вот кормовых антибиотиков, и вот корма с пребиотиками, с пробиотиками, то есть, цена практически, там, идентична, но тут уже человек сам свой делает выбор, то, что многим, кто, допустим, занимается, так скажем, ну, зарабатывает на этом, он заинтересован, надо очень быстро вырастить поголовье, его продать, и следующую партию, и вот это обернуть. Ну, очень часто говорят, ну, как бы, такие вот, да, фермера, так скажем, да, которые выращивают, они говорят, нет, сам я такую продукцию, как бы, своей семье нет. Да вы что, то есть, кормить я этим буду, а сам есть не буду? Ну, как бы, к сожалению, такие вот бывают, да, моменты, поэтому тут тоже это, конечно, все, как бы, так скажем, и на совести где-то людей, и либо вот непосредственно на потребителях уже, то есть, они сами, как бы, делают там выбор, но, конечно, в основном, что говорить, птица в основном в магазинах, она, конечно, вся, ну, как бы, такая, так скажем, да, да, содержит довольно большое количество. Вообще, я не встречала человека, который бы не хотел правильно питаться, правильно с точки зрения все-таки качества, качества продукции, все мы хотим есть именно качественную продукцию, и если сравнивать цены на фермерскую курицу, то же самое, тушку курицы, и на курицу в сетевом магазине, там, конечно, разница очень большая. Естественно, у фермера, почему это дороже, потому что, естественно, у него меньше объемы, он корма даже, если либо закупает, либо делает сам, то есть, это, он тратит больше времени на это, поэтому, конечно, тут, да, цена может существенно различаться, в разы бывает, вот, но тогда зато вы будете точно уверены, то есть, что все хорошо, как говорится, что в этом экологическом, там, чистую... Но это надо еще быть уверены в этом фермере, в этом фермере, потому что он ведь может сказать, что я порядочный и кормлю только вот правильным, и курица у меня здоровая, а мало ли чего. Ну, тут, да, есть, условно, там, органы, да, которые должны, как говорится, все это сертифицировать и смотреть, и проверяющие, и прочее, вот. В заключении нашей беседы, Анна, скажите, какими продуктами вы особо гордитесь из того, что вы, вот, представляете сегодня на Агроруси? Особо гордимся, конечно, корма у нас очень хорошая, вот, понятно, что плечо поставки, да, где мы находимся, и далековатое, но мы готовы к сотрудничеству, как бы, да, с производителями, понятно, не корма непосредственно, а вот использование кормовых смесей, то есть, если мы будем, условно, допустим, добавлять наши кормовые смеси, допустим, в простые даже зерновые корма, потому что есть, как бы, корма, условно, там, чисто зерно, есть, там, с добавлением, там, различных аминокислот и прочих, то есть, это полнорационные считаются, то есть, вот, кормовые смеси, это, как бы, мы гордимся ими, то есть, мы прошли, как говорится, все регистрации, то есть, получили все разрешительные документы, и, как бы, они свою эффективность доказали, вот. Если касаемо удобрений, то есть у нас тоже очень хорошие рекомендации по защите растений непосредственно, то есть это так называемые биологические фунгициды и инсектициды у нас, защита от вредителей непосредственно, либо по листу, то есть там спектр вредителей они, так скажем, убивают, закрывают, и непосредственно почвенные вредители. То есть тут даже не один продукт можно, а такие топовые в каждой категории есть. А вот те же почвенные вредители, они ведь в разных регионах разные, правильно я понимаю? Да, разные. В Сибирске свои, у нас в Ленинградской области свои, в том же самом Краснодарском крае там и вообще, у них вообще там тепло и хорошо, и у них чего только там нет. Это да, еще видите, такая есть тенденция, то есть может из года в год это немножко популяции смещаться, может где-то какой-то год вспышка быть в каком-то месте там одного вредителя, потому что тоже с погодой связанная очень часто, то есть с циклом их размножения. Допустим, условно один год там один вредитель лютует, на следующий год там все приготовились, все его ждут, закупились, а его просто нет. Как бы да, с циклом развития, то есть бывает там несколько сезонов как бы все хорошо, и вспышка там происходит там через несколько лет, например. Вот, касаемо вот, допустим, почвенного вредителя, мы стараемся делать как бы продукты, чтобы они были, знаете, так скажем, универсального плана, вот, потому что, как вы сказали, да, есть разные вредители в разных регионах, да. Почвенные вредители есть разные, да, зависят, соответственно, от региона и от там популяции, какие-то вспышки. То есть мы пытаемся делать универсальную все-таки продукцию, допустим, почвенный наш препарат, он содержит несколько видов этих грибов. Допустим, если, допустим, один гриб, он, допустим, может там по одному вредителю лучше работать, другой там по-другому, но в совокупности они, так скажем, свойства друг друга усилиют и разделяются, ну, как бы не мешают друг другу работать, так скажем. И дают нужный эффект, правильно я понимаю? И дают нужный эффект, да, конечно, самый главный эффект. А я вам желаю, чтобы выставка Аграрусь вам дала нужный эффект, тот, которого вы ждете, потому что это ваше первое участие, вы, наверное, пока еще осматриваетесь, пока оглядываете, знакомитесь, присматриваетесь, поэтому пусть эта выставка принесет вам именно тот эффект, который вы от нее ожидаете. Благодарю вас за интересную беседу. Только что я побеседовала с нашей гостьей из Новосибирска Анной Поповой, она является представителем компании Морозова Органик.